В эфире служба новостей Саров 24 в студии. Константин Перевозчиков, здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Уже 30 больных. В Сарове растет количество зараженных коронавирусом. Меры поддержки потерявших работу. Кому положено повышенное пособие. Штрафовать не будут. До середины лета можно ездить с просроченными правами. Далее расскажем обо всем подробно. За последние сутки во всем мире зафиксировано почти 77 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего COVID-19 заразились почти 2,5 миллиона человек. Скончались 184 тысячи. Самое большое число случаев заражения по-прежнему выявлено в европейском регионе. 1 миллион 220 тысяч. Но в то же время выздоровевшими от коронавируса за сутки объявили почти 3 тысячи жителей Италии. И это стало самым высоким показателем с начала вспышки заражений. А вот в Грузии из-за угрозы распространения коронавируса введенные 21 марта режим чрезвычайного положения продлили до 22 мая. Кроме того, там введен комендантский час. С 9 вечера до 6 утра. В России для контроля за соблюдением режима самоизоляции более 20 регионов внедрят федеральную платформу для цифровых пропусков. В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе дополнительно подключатся 7 регионов Центрального федерального округа. Со следующей недели планируют начать внедрение этого решения в 14 регионах Сибири, по Волжье, Дальнего Востока, Северного Кавказа. В России по данным оперативного штаба stopcoronavirus.rf диагноз COVID-19 подтвержден у почти 63 тысяч человек. За сутки выявили более 4,5 новых случаев. Выздоровели с начала эпидемии чуть больше 4800 пациентов. Умерли 555 человек. В Нижегородской области количество зараженных перевалило за тысячу. Вылечились 60 человек. Губернатор Глеб Никитин объявил о расширении региональных мер поддержки предпринимателей. В своем инстаграм он рассказал, что приостановивши деятельность малые и средние предприятия теперь смогут получать субсидии для выплаты зарплат в размере 13 942 рублей. Плюс социальные взносы для 100% сотрудников. Вместо ранее обозначенных 50%. Действие данной меры поддержки дополнительно распространится на социально ориентированные НКО и некоторые социальные предприятия из числа малого и среднего бизнеса. Также глава региона сообщил, что индивидуальные предприниматели без наемных работников и самозанятые граждане в органах соцзащиты теперь могут заключить социальный контракт с выплатой 11 248 рублей ежемесячно. Также в Нижегородской области в период самоизоляции разрешили работать магазином цветов и автозапчастей. Расширили и список непродовольственных товаров первой необходимости. В преддверии дачного сезона разрешили торговать цветами, семенами и саженцами растений. Можно купить грунт, удобрения, садовую технику, табак, автозапчасти и похоронные принадлежности. В Сарове выявили три очага заражения, через которые и распространяется коронавирусная инфекция. Количество зараженных снова выросло. В нашем городе коронавирусом болеют 30 человек. О ситуации со распространением новой инфекции ежедневно рассказывает главный государственный санитарный врач по Сарову Ирина Игнатьева. Изменились правила установки диагнозов. Сейчас больным с яркой картиной пневмонии, подтвержденная различными диагностическими клиническими показателями, ставится диагноз коронавирусной инфекции. Но с ним еще, вот с 30-м больным, еще мы детально поработаем, чтобы понять все-таки источник заражения. Я опровергаю все фейковые новости о том, что у нас есть умершие и о том, что у нас есть тяжелые. 11 человек лечатся в больнице. У 10 из них болезнь протекает в средне-тяжелой форме, у одного – в легкой. У тех, кто лечится дома, болезнь тоже протекает в легкой форме. Под наблюдением остается 80 человек. Но Ирина Игнатьева не исключила, что с выявлением нового очага круг контактных лиц расширится. Уже вторую неделю первый подъезд на Шверника-45 находится на карантине. Именно там вирус распространился контактным путем среди соседей. Жильцы не должны выходить из своих квартир. Еду и лекарства им приносят волонтеры и родственники. Два раза в неделю специализированная организация проводит обработку подъезда дезинфицирующим препаратом. Препарат, который используют для дезинфекции подъездов, где живут зараженные и контактные – Ника Экстра Эмпрофи. Его используют для уничтожения возбудителей атипичной пневмонии, птичьего гриппа, полиомиелита и других заболеваний. Это не хлор в чистом виде. Для человека при правильном применении он безопасен. При попадании на кожу, если просто это вылить, ну там 3-4 процента – это слабый раздражающий эффект. Вот, даже при введении в брюшину, то есть если попадая вовнутрь, это пятый класс, нет оксичных веществ. То есть, как бы, чтобы народ не беспокоился, ну понятно, какой-то запах будет, потому что, ну это дезинфицирующий, это не какой-то запах, который при дыхании будет вызывать какие-то аллергические, раздражающие реакции. Препараты распыляют под давлением. Около 20 минут в подъезде висит облако, жильцов просят не выходить в это время. Дышать можно только в респираторах. Средство оседает на поверхности и в течение 5 минут убивает вирусы. Уже через полчаса после обработки можно заходить в подъезд. Часть домов, где живут зараженные или контактные, находятся в введении центра ЖКХ. Их дезинфекции уделяют повышенное внимание. Обработка специализированной организации проводится 2 раза в неделю, а работники центра ЖКХ, то есть уборщицы лестничных клеток, проводят обработку ежедневно. С протиранием всех контактных поверхностей. То есть перилы, дверные ручки, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки на каждом этаже. То есть проводят с дезинфицирующими средствами обработка. Без дезинфекции не остались и другие дома. Под управлением центра ЖКХ их около 600. Ежедневно там идет обработка гипохлоритом натрия. В период пандемии компания мобилизовала все ресурсы. К нам присоединяются и другие специальности людей из центра ЖКХ. И плотники, и слесаря помогают нам обрабатывать подъезды, потому что хочется продезинфицировать все и захватить как много больше площади. Также ежедневно идет контроль за качеством уборки. По всем вопросам жители домов под управлением центра ЖКХ могут обращаться по телефону 9-33-33. В Минздраве считают, что ограничительные меры в России нужно продлить и на майские праздники, так как говорить о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 еще рано. Саровчане, судя по всему, эту позицию поддерживают. Как отмечают правоохранители, большинство горожан соблюдает режим самоизоляции. Бескрайние необходимости из дома не выходят. В основном на работу, потом домой и за покупками в магазин. Наш опрос в социальных сетях показал, что в таком режиме многие готовы остаться еще на какое-то время. За продление ограничительных мер высказались почти 60% участников, против около 40%. 12 человек оказались равнодушными к ситуации вокруг карантинных мер и, наверное, рады находиться в изоляции от общества. Посадить дерево на своем участке и выложить материал в соцсети с хэштегом «Сад памяти дома». Департамент лесного хозяйства Нижегородской области приглашает всех желающих принять участие в акции «Сад памяти» к 75-летию Великой Победы. Жителям частного сектора предлагают посадить дерево возле дома, а собственникам квартир опубликовать рассказы о подвигах своих предков и указать место, где они планируют посадить дерево. На официальном сайте «Сад памяти 2020 РФ» можно нанести свое дерево на интерактивную карту. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В России могут ввести штрафы для владельцев брошенных автомобилей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях сейчас прорабатывает Минюст. Об этом сообщает ТАСС. Предварительно недобросовестных хозяев автохлама будут штрафовать на сумму до 5000 рублей. В случае, если разукомплектованное авто принадлежит организации, размер штрафа может вырасти в 7 раз – до 35 тысяч рублей. Более 200 руководителей Росатома, в том числе глава госкорпорации Алексей Лихачев, перечислили свою месячную зарплату в фонд борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба компании. Для справки, акция «Взаимопомощи. Мы вместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников. Во всех регионах России работают волонтеры, которые доставляют этим людям лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. Сделать пожертвование, чтобы помочь тем, кто оказался в непростой ситуации, можно на портале мывместе2020.рф. 27 апреля в Сарове пройдет ежегодная акция «100 баллов для победы». В этом году она состоится в онлайн-формате. Стобальники и высокобальники 2019 года расскажут будущим выпускникам, как успешно сдать ЕГЭ, побороть волнение и стресс, а также настроиться на победу. Всех, кто хочет принять участие в акции, просят написать об этом на электронную почту 12 130 рублей 3 месяца будут получать безработные. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал закон о финансовой поддержке людей, потерявших работу из-за коронавируса. Плюс безработные положены дополнительные выплаты на детей. Однако не все нуждающиеся получат помощь. Живых денег от государства ждали многие, потерявшие работу в период пандемии. Некоторые дождались. Безработные будут получать сумму, которой, по мнению властей, достаточно для выживания. Один минимальный размер оплаты труда – 12 130 рублей. Чтобы человек получил эти деньги, первое, он должен быть признан безработным после 1 марта. Второе, статья увольнения положительная. Третье, до увольнения он должен был в течение года отработать 26 календарных недель. Также эта категория безработных получит компенсацию на детей. Впрочем, повышенное пособие получат не все безработные. Уволенным с 1 марта по отрицательным статьям пособие не увеличат. Но на детей компенсацию по 3 тысячи будут выплачивать также 3 месяца. Люди, потерявшие работу давно и уже получающие выплаты по линии службы занятости, смогут рассчитывать на увеличение пособия по безработице до 10 450 рублей. Людям, уволенным по отрицательным статьям и тем, кому размер пособия снизили или приостановили за неявку в Центр занятости, увеличивать выплаты не будут. В отдельную категорию выделили тех, кто уволился до 1 марта и по каким-то причинам не встал на учет в Центре занятости до 8 апреля. Их пособие будет, согласно законодательству, также рассматриваться от 1,5 тысяч до 12,130% в отношении к среднему заработку за последние 3 месяца работы. Только 1,5 тысячи рублей без компенсации на детей положены тем, кто не работает больше года, уволенным за нарушение трудовой дисциплины и тем, кто впервые ищет работу. В последнем случае сделаны исключения для сирот. Им пособие увеличат. Руководитель Центра занятости отметила, что в пакет документов на выплаты вместо справки о зарплате с места работы разрешено приложить справку 2НДФЛ, которую можно оформить на сайте налоговой службы. По всем вопросам о постановке на учет и выплате пособий нужно обращаться по телефону 79220-79205-32281. Личный прием в Центре занятости временно прекращен. Елена Грецкова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. С просроченными водительскими удостоверениями можно ездить до 15 июля. При этом Госавтоинспекция продолжит обменивать и выдавать права, но с соблюдением дополнительных мер тем, у кого срок действия документов закончился до 1 февраля. Подробности смотрите в следующем репортаже. Водительские права, срок действия которых истек после 1 февраля, останутся действительными до 15 июля. Президент принял такое решение, чтобы люди не ходили по инстанциям в период вспышки коронавирусной инфекции. Никаких дополнительных справок для подтверждения документов иметь не нужно. К таким лицам при управлении ими транспортным средством меры административного воздействия применяться не будут. Никакого подтверждения не требуется. Инспектор ДПС при надзоре с дорожным движением проверяет водительское усоверение, видит срок его действия и, соответственно, принимает соответствующее решение. При желании поменять права все-таки можно. Тем более водительские документы, срок действия которых истек до 1 февраля 2020 года, недействительны. Их оформляют в обычном порядке, пояснил начальник ГИБДД Александр Косенков. Для этого человек должен обратиться в ведомство через портал Госуслуг. Всем желающим мы водительское усоверение поменяем при наличии всех соответствующих документов и при обращении, соответственно, водителя к нам. Поэтому я считаю, что не нужно ждать 15 июля, а необходимо получить и собрать весь пакет документов, обратиться к нам через портал Госуслуг, прийти в назначенное и выбранное заявителем время и водительское усоверение, соответственно, поменять. Сдать экзамены и впервые получить водительские права во время самоизоляции не получится. Работа Саровских автошкол приостановлена на неопределенный срок. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Месяц в самоизоляции, впереди как минимум еще неделя. Чем занять себя, когда все шкафы уже перебрали, окна перемыли, новые блюда приготовили? Мы вам подскажем. Канал 16 запускает новую рубрику «Дома не скучно» о том, как весело и с пользой провести вынужденные каникулы. Чем заняться дома? Можно бегать из комнаты в комнату, можно в настольной игре построить новую цивилизацию, можно перечитать войну и мир, а можно приготовить блюда мишленовского уровня. А чем занимаетесь вы, пока сидите дома? Расскажите об этом в новой рубрике «Дома не скучно» с К-16. Играем в лото и в домино. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, шесть, семь. Жили себе дед да баба, и была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко, не простое, а золотое. Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Мышка бежала, пи-пи-пи-пи-пи. Хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Принять участие в рубрике просто. Достаточно выложить свое видео в любую социальную сеть с хэштегом «Дома не скучно» с К-16. Рассказывайте о своих увлечениях, пусть вас увидят и услышат весь город. Дома не скучно. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова